Всем привет! Это канал Аградвиж. Сегодня 18 мая я снимаю очередной видео обзор на томат, который я выращиваю. Это четвертый обзор в списке и это означает, что томат, про который будет сейчас идти речь, занимает по площади четвертое место в коммерческом массиве. Будем говорить о разоплодном томате, который единственный в коллекции такой от компании Клосс. Это гибрид под названием Panamera F1. Сейчас, когда я поменяю основную камеру, мы узнаем главные плюсы этого томата и какие все-таки есть у него минусы, про которые нужно помнить, с ними работать и в конечном итоге получить хорошую раннюю продукцию от здорового крепкого растения. Итак, начинаем знакомиться с самим растением. Вот видно загрузку кисти на этом томате, на этом растении. Сейчас, на 18 мая, у нас на растении 7 кистей, коиде 8, коиде 6, но в среднем у нас 7 кистей насчитывается. Завтра у нас будет выборка. Вот видны плоды. Можно ближе рассмотреть сам плод. Томат Panamera F1 от компании Клосс. Очень плотный плод. Первая кисть и вторая плоды весом в среднем грамм 250. Какие плюсы у данного гибрида? Почему я его выращиваю? Почему он есть у меня в основном в коммерческом массиве? В первую очередь, это раннеспелость. Среди всех розооплодных гибридов, которые я испытывал у себя, данный гибрид оказался самым ранним. Среди всех топов, которые есть на рынке. Самый ранний и есть хорошие особенности. Очень классно, быстро наливает первую кисть, отдает вторую. Вторую кисть, третью. Максимально быстро. Ну, в принципе, как и остальные гибриды, которые у меня есть. В этом году плоды на первой кисти не такие стандартные, как в том году. В том году он был вообще идеальный. Также хотел добавить, что, наверное, не все поняли мою главную мысль, когда я там делал обзор на томат в Рестлер от Деройтера и сейчас на Панамеру от Клосс. Есть плоды на первой кисти, которые не стандартные. Вообще их необходимо нормировать, убирать. Это королевские цветки, это гамагелевые вроде бы его называют. Плод. Но это я не сделал так. В этом году я применяла шмелей для опыления. И опыление прошло очень хорошо, и растение сильно загрузилось. Вообще нужно было удалить цветы, которые были нестандартные, которые дают нестандартный плод. И получить стандартную продукцию. Но это я уже буду делать на следующий год. Можно сказать так, в кавычках, у каждого гибрида должна быть своя философия для первого оборота выращивания. У нас же у всех цели и задачи одинаковые. Это вырастить продукцию для того, чтобы заработать что-то с нее. И вот я выращиваю в Рестлер и выращиваю в Панамеру. Первые плоды, они не идеальные, но эти гибриды, они начинают оплодоносить максимально рано и максимально быстро дают первую и вторую кисть. Здесь мы уже кисть первую убрали. Это одна из самых крайних теплиц. Опять же, не лучший климат. И это тот гибрид. Я в основном такие все выращиваю, но это тот гибрид, который концентрированно дает раннюю продукцию, ранний урожай. И сумма денег в первом обороте выращивания с метра квадратного, с площади, получается довольно высокая. Это в первую очередь за счет того, что быстро мы наливаем и затем собираем первую, вторую и третью кисть. Это кисти, которые попадают в максимальную цену. Итак, то, что это очень раннеспелый и с быстрой отдачей раннего урожая, большой массой раннего урожая, мы разобрались. И для первого оборота, у кого цель стоит максимально заработать средств, в какой-то площади, это хороший розовый гибрид. Грозоплодный. А какие же минусы? Все-таки у каждого должны быть минусы, которые нужно показывать, иначе это будет предвзятое отношение. Плод, да, очень плотный цвет. Минусы. Самый главный минус, это относительно слабая корневая. Среди всех гибридов, которые у меня есть, данный гибрид, Panamera F1, требует дополнительного внесения корней стимуляторов, когда растение уже высадили. Неделя после высадки, потом где-то момент цветения третьей кисти, момент цветения пятой кисти, нужно стимулировать корневую. Слабая корневая, это нужно помнить, и с этим нужно работать. Затем, еще минус один плод. Плод очень привлекательного, глубокого такого розового цвета. И на внешний вид он кажется вкуснее, чем есть на самом деле. Посмотреть его так ближе. Еще один сорвем. Этот плод кажется вкуснее, чем на самом деле. И всегда хочется его купить и съесть. Если он выглядит по 10-ти балльной системе на 10 баллов, то на вкус он будет на баллов 7-8. Это его особенность. Ну, хотя у нас за вкус никто не платит. Для ранней продукции, для первого оборота, необходимо получить максимально раннюю продукцию, максимально рано, чтобы поступил урожай в продажу. И это были сборные максимально большие. Так, давайте посмотрим на точку роста. Растение обычно здесь кверху утончается. Но это в моих условиях. Кое-где могут быть на 6-й кисти сбросы. За счет слабой корневой мы можем видеть хлороза. Также по железу во время цветения 5-й кисти. Про это нужно знать. Гибриду нужно приспосабливаться, чтобы получать... Где-то мы получаем, где-то теряем. То есть, если мы получили раннюю продукцию, концентрированную, где-то есть и минусы. Слабая корневая показывает нам хлорозы. Показывает нам сбросы на 6-й и 7-й кисти. И преждевременно это предотвращать. Можно получать хорошую раннюю урожайность на здоровом крепком растении. Итак, гибрид Панамера от компании Клосс. Итак, мы посмотрели обзор на розовоплодный томат, который у меня единственный в коллекции от компании Клосс. Под названием Панамера F1. Главные плюсы этого томата, что он быстро вступает в отношение, быстрее всех розовоплодных и красноплодных томатов. Быстрее, чем он, у нас появился только огурец. И концентрированно мы получаем от него первую, вторую, третью кисть. И все-таки есть у него минусы. Слабая корневая, иногда хлорозы. И вкус не соответствует внешнему виду плода. Сейчас я хочу провести опрос. В правом верхнем углу, от вас вправо, появится украинская буква И, либо английская буква А. И будет такой опрос. Каких томатов мы выращиваем больше? Розовоплодных, либо красноплодных? Три варианта ответа. Красноплодные, розовоплодные? Или третий вариант, я боюсь голосовать, потому что боюсь спалиться, что меня все узнают. На самом деле, там не показывают, кто какой вариант поставил. Можно смело проходить по ссылке и ставить свой вариант ответа. Всем, кому понравилось данное видео, поставьте лайк. Поделитесь с друзьями. Смотрю, делятся мало, возможно, друзей мало. Делитесь со всеми, кого вы знаете этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И выращивайте только лучшие гибриды, которые подходят для ваших условий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!